Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, с 4 по 10. Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему. Он начал говорить притчей. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны, царствие Божие, а просим в притчах, так, что они, видя не видят, и слышая не разумеют. И мне сбылось то, что давно сказал Давид от лица Христова. Ну, ты почему опять начинаешь подряд читать, вчера тебя учил, учил, жирные закончились, что надо сказать. Толкование. Толкование. Толкование вот на этот стих, на который жирным шрифтом ты прочитал. Читай. Открою, сказал он уста мои в притче. Господь притчами говорил по многим целям. Именно, чтобы слушателей сделать более внимательными и возбудить ум их к исследованию того, о чем говорится. Ибо мы люди обыкновенно более занимаемся прикровенными речами и на ясное мало обращаем внимание. И чтобы недостойные не поняли того, что говорится таинственно. И по многим другим побуждениям говорит он притчами. «Вышел сеятель, то есть Сын Божий, вышел из недр Отца, из своей сокровенности, сделался видимым. Кто же вышел? Тот, кто всегда сеет. Ибо Сын Божий не перестает всегда сеять в наших душах. Он сеет в наших душах добрые семена не только тогда, когда учит, но и через мир сей и через те явления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не за тем, чтобы погубить земледельцев или выжить страну, но за тем только, чтобы сеять. Семнеделец часто выходит не за тем только, чтобы сеять, но и за другим. Он вышел сеять семя свое. Ибо слово учения у него было собственное, а не чужое. Пророки, например, что не говорили, говорили не от себя, но от Духа. Почему и говорили они, это говорит Господь, а Христос имел семя свое. Почему, когда и учил он, не говорил это, говорит Господь, но я говорю вам. Когда он сеял, то есть учил, иное семя упало при дороге. Не сказал он, что сеятель бросил, но оно упало, потому что сеятель сеет и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой, или камнем, или тернем, или землей доброй. Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, то есть вам, желающим, научиться, ибо всякий просящий получает, а прочим недостойным недостойным таинств они сообщаются прикровенно, и таковые кажутся видящими, но не видят, и слышащими, но не разумеют, и это для их же благо, ибо Христос для того сокрыл сие от них, чтобы они, познав таинство и прозрев, призрев, познав таинство и призрев их, не попали, не подпали, не подпали большему осуждению, так как знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания. Достаточно. Что для себя, Василий, можешь взять из этой притчи? Вышел сеять и сеять семя. Что такое семя? Слово Божие. Да. Где оно написано? В Святом Евангелии. Не только в Евангелии, во всей Библии, Евангелие это часть Библии. Библия. Часть Нового Завета. Библия состоит из двух частей, из каких? Из Ветхого Завета и Иного Завета. Верно. Ну и вот Иное семя упало где? Иное семя упало при дороге. Иное. И так как оно упало на твердую землю, то быстро от солнца засохло. А было у тебя такое, что ты читаешь Слово Божие, семя тебе падает, и оно у тебя не прорастает. Это что значит, что семя упало на твердую почву? А что такое почва? Как в толковании? Почитали. Ну, куда семя? Не подготовленного. Не подготовленного, не распаханное сердце. Жестокое, твердое, упорное, непослушное, непокоривое, черствое, грязное. Вот это вот почва. А как ее приготовить? Трудиться. Трудиться. Как трудиться? Хорошо. А другое семя упало куда? Другое семя упало на камень. На каменистую почву. И что с ним сделалось? Так как оно упало на камень, корни были на поверхности, и оно быстро засохло. А еще иное куда упало? Иное упало в тернии. Что такое тернии? Сорняк. Сорняк. Сорняк заглушил его. Сорняк заглушил его. А четвертое куда упало? Четвертое упало на добрую землю. И что оно сделало? Дало всходы. Всходы. Плоды. Вот и Иван Креститель говорил пришедшему креститься порождение хиньины. Сотворите же достойные плоды покаяния. Какой категории почвы ты себя относишь? К дьявол? Куда упало? При дороге. И что там сказано? Птицы небесные поклевали его. Что такое птицы небесные? Дьявол. Дьявол? Все тебя в одно ухо влетает, потом дьявол забирает из мозгов и из другого как бы вылетает. Бесы. 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 Ты радуешься этому, что они у тебя слава Божия похищают. Да, почему я радуюсь? Ну так-то так это прям бесы, бесы. Ты сроднился. дьявол, бесы. Ну дьявол, бесы. Ну ты говоришь не дьявол. Ну бесы слуги дьявола. Ну черная сила, какая разница. Ну и как сделать, чтобы они у тебя не похищали его? Слово Божие. Быть внимательным. Быть внимательным, то есть внимать в себя. Имеющие уши слышат, да слышат. А про которое сказано видят, но не имеют глаза, но не видят, имеют уши, его не слышат. Что это такое? Почему такое происходит? Почему ученикам своим открыл Господь, а прочим в притчах сокровенно? Потому что они не стремятся к изучению Слова Божия. Не стремятся. Не желают познать. Господь говорит, стучите и отворят вам, ищите и найдете. То есть человек сам должен свое сердце распахнуть, почву вот эту распахать, впустить туда Слово Божие сам. Насильно мил не будешь, как говорится, насильно Слово Божие ни в кого не входит. Вот ученики желали познать истину, Господь им открыл, а прочие в притчах так поверхностно. Они могли бы остаться задавать вопросы. Поэтому Господь открывает. Ты научись Слово Божие так читать, чтобы у тебя вопросы возникали. Читаешь, бери ручку, сегодня будешь читать, листочек, читай, что непонятно, раз вопрос записал, задал, я тебе отвечу, толкование святых отцов, и Господь тебе потихоньку начнет открывать, и почва твоя начнет меняться. Тернии, что такое? Сорняк? Ну, как смысл, что это Сорняк заклушает Слово Божие? Соблазны мира всего. Да, заботы житейские. Да. Дрова надо наколоть, печку растопить, обед приготовить, и Слово Божие некогда почитать даже. Все, суетимся, суетимся, суетимся. Ну, да, и тело питать, но и про душу не забывать. Не хлебом единым жив человек, но и про Слово Божие. Но и всяким Словом исходящим из уст Божих. А это Библия. Работа работая, Слово Божие нужно не забывать. Поэтому каждое утро после молитвы берем, читаем. И ты в течение дня вчера сколько прочитал? Да. Почти смотрю дочитал уже Евангелие Теана начал. Теана уже начал. Теана уже начал. Вот. Ты уже живя у меня три Евангелия прочитал. А дома не получалось у тебя, да? Да. Терния заглушала. Суета. Суета. А здесь дров колоть не надо, печку топить не надо. поис приготовил, поел, читай. Красота. Да, Василий? Угу. Ну вот. Благодари Бога. Слава Тебе, Боже Наша. Слава Тебе. Слава Тебе, Боже Наша. Слава Тебе, Христе Боже. Спаси, Христос. Христос.